Так, всем привет! Хочу поговорить про автосвет. Сейчас у нас примерно около 8 вечера, темно, конец ноября, минус 7 градусов, грязь, тут едешь везде, проваливаешься. У меня, показываю, у меня в головном стоит светодиодный лап, ближний-дальний, плюс у меня есть балочка 50 сантиметров светодиодная, и прикупилась вот такую балку от компании Маяк, 850 миллиметров, метровую что-то я не захотел, вот прям метровая, мне кажется, большая, вот эта, мне кажется, самая нормальная. Купил я магниты, и балка у меня съемная, то есть на магнитах она ставится, хочешь на капот, хочешь туда, там, в принципе, все протянул, штекер подсоединил, не надо, отсоединил, снял багажник, убрал, ну, вот так я решил сделать. Про балку, почему именно эту балку купил, вот сейчас я вам ролик включу, я хочу себе установить балку светодиодную, дальний свет, обратился к ребятам, автосвет номер один у нас в городе Оренбурге, скажи, почему я должен купить именно вот эти вот лампы, они какие-то китайские, я смотрел в магазине китайские, есть там и за 2700 я могу купить метровую, да, вот это вот 845 длина, да, фирма Маяк. Российская корпорация Маяк использует хорошие чипы качественные, используют стабилизаторы в своих балках, то есть на скачке напряжения эти балки очень спокойно реагируют, и огромнейшим плюсом именно у фирмы Маяка является влагозащита. Заявляют IP67, это до погружения на один метр под воду, то есть несколько минут, как заявляют, можно под водой ее использовать, ничего себе абсолютно не случилось. Серьезный забах. Ну да, но это что заявлено, как говорится, написано уверить. Одна прямая, другая пирическая, да, так смотрели по пятну, прямую включаешь, она как фонарик, чисто пятном, изогнутая, она в угол обзора и как полосой, поэтому я считаю, что мне нужно, наверное, все-таки купить изогнутую, обзорность лучших, по лесу кататься, я думаю, будет вот это интереснее. Подписчикам YouTube-канала Нива 007 у нас постоянные скидки, отправляем в любой регион Российской Федерации, Почта России, дай кому как угодно. Ну, как вы поняли с ролика, товарищ у меня занимается автосветом в Рибборге, кому надо, пожалуйста, обращайтесь, звоните, по всей России, в принципе, высылает автосвет. Автосвет качественный, хороший. Опять, почему именно эта балка, китайские балки также можно купить, у меня вот ребята покупают за 2 700, это как на Алиэкспресс, можно головной свет купить там за 300 рублей, но сколько она будет работать, или вот уже сколько, полтора-два года езжу, все работает. Итак, смотрим, это вот, смотрите, у меня ближний свет, выключил ближний свет, дальний свет, включаю балку, которая 50 см, вот, классно, да? Для меня это вот прям красота, то есть вот я ездил, все отлично. Ну, а теперь включаем балку в фирму Маяк. Разницу заметили? Конечно, по городу с ней ездить не будешь, но вот именно для этих вещей, по лесу ездить, выключили и чисто балку включаю. Я ее прямо направил, никакого наклона не делал, вот как прямо она светит, может быть, надо было пониже сделать, но я сделал так. Итак, едем по лесу, под музыку, я думаю, каждый хотел бы с хорошим светом, где-то чаще лесной, по опасной дороге, потому что глубоко, холодно, вот, едем, дальше видос будет уже с видеорегистратора. Ну вот, смотрите, поставил на крышу, вообще жестко, никакие сучки, ничего не поддирает. Сейчас поеду в лес. Буквально вчера плюсовая температура, дождь шел. Была здесь грязь. И вот со вчерашней ночи у нас минусовая температура. Давайте просто на балочки поедем, вот так вот. Игорь, вот минусовая температура у нас и все заморозило. Дорога, конечно, такая жесткая. У меня резина, липучка одета. Я Нокиан продал. Нокиан РС у меня была. Ну, во-первых, ей уже, она 17-го года, а себе купил той же фирмы, что и грязевую резину. Нан-Канг называется. Да, дорога жестко. Колеса, короче, пачкаем. Потому что сегодня катались, весь лед попереломали. И дорога не быстрая. То есть по такой дороге примерно минут 40 нам с вами надо будет ехать. Ну и как сказал, что даже если где-то провалюсь, машина не сможет самостоятельно выехать. У нас есть деревья, у нас с вами есть лебедка. То есть одному можно спокойно вот таким образом доехать. В крайнем случае, если даже у нас автомобиль что-то случится, у нас есть радиостанция, у нас есть телефон. Позвоним ребятам. Доедут. И выручат, я думаю. Да, надо было, надо балочку чуть пониже опустить. А так светит. Она получается, наверное, ближнего света. Или дальнего света, не знаю. Есть там ближний-дальний. Но вроде светодиоды хорошие стоят. Она, наверное, и вверх, и вниз одинаково светит. Ну, хотя, достаточно далеко. Ну, как я и говорю, что в городе-то ее нифига не включишь. Только вот в таких дебрях. Мы здесь катались. Тоже видео есть у нас. Здесь грязь как раз была. Мы тут проезжали. По-моему, видео называется «Как Нива всех спасла». Где мы вытаскали Туарег. Вот мы едем на тот же пляж. Там у нас стоит шатер. Ребята после соревнований решили остаться на ночь. Это на берегу Сакмары. Сейчас приедем, посмотрим, как они там обогреваются. Чем обогреваются. Я знаю, что многие приобретали сухой фен. Это на любом топливе работает. На бензине, на солярке. Как фена. То есть, включаешься 12 вольт, он дует теплым воздухом. И очень удобно на охоте, в палатке, где-то там в машине. Но тоже, конечно, там куда-то выхлоп надо кидать. То есть, там есть трубки. Это все у нас продает Виктор. В группе занимается лебедками, вот этими сухими фенами. У меня тоже видео было про него. Наверное, надо все-таки опустить. Пойду опущу. Ну и вот, по поводу газа, говорю, еду. Нажимаю газ. Газа нету. То есть, ну, как будто его вообще пропало. А отпустил газ. Нажал опять, нажал. Вроде поехало. И вот так вот несколько раз было. И именно, когда включаешь свет почему-то. Разобрал я педаль газа. Давайте туда, чтобы поедем. Короче, разобрал электронную педаль газа. Так. Что тут дорога-то есть? Я здесь не ездил, если честно сказать. Ну и вот. Электронную педаль газа разобрал, почистил, поставил. Там не сложно. Смотрю, все то же самое. Поехал. Сделал диагностику. Написано, что датчик тормоза. Короче, с ним проблема. И самое главное, перестал у меня с автозапуска запускаться автомобиль. Автомобиль вроде ставишь, начинаешь заводить. Завелся, заглох. Завелся, заглох. И так два или три или четыре раза делает. И все. И не заводится. Купил, заменил датчик тормоза. 450 рублей примерно стоит он. Вот. Заменил. Такой довольный. Завожу, включая свет. И она опять не едет. Ел и пал. Расстроился. Думал, что за херня, бля. Куда лезть дальше-то? Что дальше-то делать, как говорится? Вот. Вот. Написал у себя в группе. Мне ребята говорят, надо там датчик сцепления заменить или еще что-то там поменять. А один пишет, говорит, надо это. С аккумулятора клемму снять, короче. Мы что, получается, объехали. А, ну да. Вот. То есть мы объехали. Поехали как раз на эту дорогу, где мы... Дрова опиливали. Короче, вечером снимаю клемму я с аккумулятора. Минут пять подождал, отдел. Все, машину завел. Включил ручник. Ну как, на автозапуск, вы знаете, как это делается на механике. Ручник включаешь. Утром думаю, ну что, пробовать надо? Бах, и она у меня заводится. Автозапуск запускается. Все работает, не глохнет. Начинаю ехать, пробовать. Никакого провала газа нету. Так что, вот такая фигня. Знаете, что после каких-либо замены датчиков нужно... Хотя мы, знаете, ошибку-то сбросили. А вот аккумулятор, когда снимаешь, то есть клемму с аккумулятора, видно, компьютер обнуляется, и машина начинает ехать нормально. Вот, хотя, говорю, и ошибку скинули, а почему-то... А кому, то есть, ну, хитрая такая штука получается. Так, вот мы на Сакмару выехали. Сейчас будем вдоль проезжать. То есть, компьютер запоминает все ошибки. О-ху-ху-ху-ху-ху. Вот дорога. Вот, ребят, кому нравится вот такая поездочка, там, не жалейте, поставьте лайкосик, напишите комментарий, как вам вообще вот... Сам давно хотел поехать вот по такому лесу. Интересно, конечно. Ну, естественно, надо быть уверенным в своем автомобиле, да? Вот, это по поводу провала газа. Так что, знайте, дело не в электронной педали оказалось, а в датчике тормоза. И обязательно надо обнулять мозг автомобиля. Он все запоминает, даже если вы датчик заменили. А тут, я так понимаю, вырубка леса, что ли, идет. Тут приезжают, наверное, и лес. Выпиливают. И продают. Вот так вот лес у нас и куда-то девается. Сволочуги. А вот, смотрите, сейчас балку выключаю. О, балку выключил, представляете? Включаю балочку. Вообще супер, конечно. Отвечает. Видно. Все видно. Так, а тут, смотрите. Сейчас как бы нас направо... Вон, в воду не стянуло. Не, вроде нормально. То, что вот я лифт сделал, мне нравится. Никаких, ничего не ломается, ничего не отрыгивает. Ну и вот, по поводу лифта, отлично. Три сантиметра, лифт, сзади проставки. Ну, тоже видео есть полноценное. А, вот он, шатер. Мы с вами приехали, ребят. Мы с вами приехали. Ехали с вами. А дайте вам сакмару покажу. С машины. Вон на сакмарах. Лед уже идет, как видите. Холодно, холодно у нас. И ближайшие дни везде, вот, минус-минус, там, 12. Так что все, видео заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Про свет, что думаете? Как вообще вам нравится, не нравится балки? Хотели бы вы, не хотели? Кто хотел, координаты вам оставил. Скинул по всей России. Так, самое главное, он скидки делает. Если от меня будете заказывать, вам скидочка будет. В принципе, там 500 рублей, ну, как бы, не хиленько все-таки. Сейчас зайдем. Я вам покажу, как ребята греются, да? Я вам и обещал. Все, выключаемся. Так, всем привет. О, привет. Ну вот, смотрите, шатер. Большой, в принципе. Печка, макарошки. Да, печка, буржуйка. Макарошки варятся. А тушенка есть? У меня тушеночка есть. Конечно есть. Все, смотрите, отлично. Буржуйка на дровах. Ну, то тогда вот сюда сойти. Так, тут что? О, тут самое главное. Тушеночки. Орские, все Орское у нас. Да. Да, это у нас самое такое оптимальное. Особенно, которое в черной. Вообще, да? Вроде как бы. Ну, и черные, вот это тоже очень возглавляет. Это, как говорится, не реклама, но просто это самое съедобное, то, что у нас есть. Вот. Стол, в принципе. Сейчас ребята подъедут. Вот, посидим, чайку попьем. Гитара, баяна. Приезжайте, присоединяйтесь. Будем вместе кататься. Да, Алексей? Пару аккордов. Ха-ха-ха. Пару аккордов. Сон мой раз гадает, ой, пропадет у тебя. Ну вот она может идти за лифтом, то есть тихо. Мы сейчас взяли в силу исключением бетонных блоков. Мы сейчас взяли в силу исключения бетонных блоков.